МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Проблема с 40-летним стажем жителей микрорайона Черемушки устранена. Вопрос подачи горячего водоснабжения решен. Об этом расскажу я, Наталья Полякова. Мина Ворона России призовет военнослужащих запасы на сборы. Учения и тренировки пройдут с августа по октябрь. «Армавир» не останется в стороне. Подробнее в нашем выпуске. Проблема корнями из прошлого века. Более 40 лет жители микрорайона Черемушки не получали качественные услуги по горячему водоснабжению. А теперь из кранов их квартир в любое время течет горячая вода. Тему продолжит Наталья Полякова. Ремонтная работа системы водоснабжения подходит к своему завершению. Осталось, как говорится, доделать мелочи. Самые большие и ответственные мероприятия армавирскими теплосетями уже проведены. Полностью восстановлены и подведены к каждому многоквартирному дому линии рециркуляции. А ведь более 40 лет горячее водоснабжение осуществлялось по тубиковой схеме. Линия рециркуляции нужна для того, чтобы в каждый момент времени водичка циркулировала. И в любой момент времени, когда абонент хочет получить услугу горячего водоснабжения, она была нормативной, температура 60 градусов, не остывала, то есть всегда была в движении. Сейчас эта проблема разрешена. Проблема долгие годы не имела решения. Ее корни уходят в 70-е годы прошлого века. И только в декабре 2013-го начались ремонтные работы. Закончить их планировалось до 1 ноября этого года. Однако с данным объемом армавир теплоэнерго справилась до 1 августа. Затрачено более 20 миллионов рублей. 38 многоквартирных домов, 3 детских сада, школа и поликлиника теперь в любое время, открывая кран, могут пользоваться горячей водой. На сегодняшний день все скидки по некачественному горячему водоснабжению, что предоставлялись людям, никаких оснований сейчас их делать, абонентскому нашему отделу нет. Поэтому тоже это нужно иметь в виду. И если есть некачественные какие-то случаи, обязательно обращаться в первую очередь в управляющую компанию, ну и естественно к нам, чтобы мы тоже реагировали на эту ситуацию. Осталось только восстановить внутренние сети и рециркуляции. Но это уже задача управляющих компаний. Наталья Полякова, Александр Жирилев, служба новостей Армавира. Август в Армавире обещает быть жарким. 39 градусов. В такой максимальной отметке достигнут термометры. При этом осадки возможны в ближайшие дни, 5 и 6 августа. Первые две недели месяца в городе днем температура составит 27-37 градусов со знаком плюс. Максимальной своей отметки она достигнет в середине августа, 39 градусов. Ночи в этот период ожидаются также теплыми. Ветры поутихнут, временами в Армавире будет даже штиль. Давление также синоптики прогнозируют в пределах нормы. Из-за высокой температуры снижение кислорода в воздухе снижено. Хуже всего придется метеозависимым и пожилым людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Духота с перегревом негативно сказывается на самочувствии маленьких детей, а также лиц с нарушением обмена веществ, ожирением, эндокринными расстройствами. Даже у вполне здоровых людей могут отмечаться сонривость, слабость, снижение работоспособности. Армавир планирует представить на Международном инвестиционном форуме Сочи-2014 проект строительства коттеджного поселка в северном микрорайоне города. В рамках проекта планируется строительство четырех трехэтажных 50-квартирных домов таунхаусного типа и 300 индивидуальных жилых коттеджей. Кроме того, предполагается организация двух автостоянок на 300 машиномест, а также детских игровых и спортивных площадок. Отмечается в пресс-службе Министерства стратегического развития инвестиций в внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Для возведения поселка предлагают площадку, расположенную в одном километре от центра города и в двух километрах-трехстах метрах от железнодорожных станций Армавир-1 и Армавир-2. Инвестиции в строительство жилого комплекса составят 405 миллионов рублей. Подведены первые итоги жатвы 2014 года. Фирма «Агрокомплекс» убрала в этом году более 700 тысяч тонн зерновых и зернобововых культур. Успешное завершение основного этапа уборочной страды по традиции отметили праздником урожая. В станицу Бескорбную на праздник урожая прибыли почетные гости из районной столицы. Здесь их радушно встречали по-кубански хлебом с солью. Торжественное мероприятие состоялось в культурно-досуговом центре. Руководительного Кубанского района Роман Архипов и глава Бескорбенского сельского поселения поздравили станичников с окончанием уборочных работ. Я хочу вас поблагодарить за ваш огромный вклад в общий каравай кубанского хлеба. Я хочу каждому из вас, вашим семьям пожелать крепкого здоровья, благополучия, чтобы как можно дольше, больше мы могли трудиться с вами на этом поприще и получать, естественно же, то удовольствие от работы и повышать свое благосостояние. С праздником вас! Всего самого хорошего! Искренне от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам всего самого-самого наилучшего и чтобы дальше эта традиция поддерживала свое начинание, чтобы мы каждый год встречались и отмечали День урожая на этой сцене. С праздником, дорогие! Добрые слова и аплодисменты раздавались на праздники в честь участников жатвы. Дипломы и благодарственные письма получали лучшие из лучших. Комбайнеры, механизаторы, водители, молодые специалисты, добившиеся высоких результатов. Работники культуры по случаю торжества подготовили развлекательную программу. Хороша порой рассветную кубанская земля, богатая и вольная, ты родина моя. 32,5 тысячи тонн зерновых и зерновых культур. Вот валовый сбор в 2014 году на предприятии имени Павла Штанько «Агрокомплекс». Такой показатель заслуга простых тружеников, говорит стоящий у руля хозяйства в станице Бескорбной, агроном и руководитель со стажем Николай Циболин. Этот год очень непростой был для нашего предприятия. Погодные условия сложились так, что мы немножко не добрали плановой выраженности, но тем не менее организация, работа и труд вас, именно тружеников нашего предприятия, сделали все для того, чтобы получить неплохой урожай. Вклад хлеборобов Агрокомплекса в урожай Кубани весомый. Судя по результатам жатвы, предприятию можно с уверенностью смотреть будущее. Хлеб убран. Это только начало уборки, но сегодня уже мы можем говорить, что зао фирмы Агрокомплекс убрала в этом году больше 700 тысяч тонн зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. Все зерно в закромах, хлебный фураж, хлебофураж по щитам, поэтому мы смело можем говорить о том, что завтра будет. Праздник урожая еще не знаменует для земледельцев предстоящий отдых. Труженики знают, завтра их ожидают следующие этапы полевых работ, которые не менее важны для Агрокомплекса, чем уборка зерновых. Роман Габарес из станицы Бескорбная, служба новостей Армавира. Глава Новокубанского района Роман Архипов посетил ряд образовательных учреждений с проверкой готовности к новому учебному году и отопительному сезону. Все выявленные замечания были обсуждены и устранены в кратчайшие сроки. К первому сентября должна быть стопроцентная готовность всех образовательных учреждений. Такую задачу поставил руководитель муниципального образования перед службами района. Скоро в Новокубанске появится новый детский сад, который рассчитан на 290 мест. На планированном совещании с представителями строительной компании «Армавирский хлебопродукт» обсуждались вопросы о сроках сдачи объекта, усилении рабочих бригад, благоустройства территории. По поручению главы района Романа Архипова было проведено выездное планированное совещание на строительной площадке будущего дошкольного учреждения. На сегодняшний день ведутся работы по кирпичной кладке второго и третьего блоков здания, начатые внутренние работы. Администрация района требует от застройщика качественного выполнения всех работ в установленные сроки. Вечером 31 июля, выпивая в компании со своими сожителями, две женщины не поделили спиртное. Между ними завязался конфликт. Мужчины решили вмешаться в скандал, в результате чего 31-летняя женщина оппоненту своего сожителя нанесла ранение кухонным ножом. В больницу он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Армавирский следственный отдел СКР. Данная женщина была установлена, была задержана. Также Армавирским городским судом было избрано меропрещение в виде заключения под стражу. Она ранее судима по части 1 статьи 307. Это дача ложных показаний свидетелям. Она проживала вместо сожителем. Данный сожитель тоже неоднократно судимый. Они вели аморальный образ жизни. Часть 4 статьи 111 предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Более 1600 литров алкогольной продукции сотрудники Армавирской роты ДПС изъяли на Успенском посту. Горячительные напитки на территорию Краснодарского края пытался ввести житель Кабардино-Балкарии. Ночью 3 августа в рамках операции «Курорт» для проверки документов на Успенском посту был остановлен МАН с полуприцепом. На первый взгляд, большой груз не вызвал никакого подозрения. В нем перевозились газированные напитки и минеральная вода. Однако в ходе осмотра полуприцепа под перевозимым грузом было обнаружено 200 коробок с алкогольной продукцией. Общее количество составило более 1600 литров. Данная алкогольная продукция перевозилась без документов сопровождающих. Специальная федеральная марка акцизного сбора вызвала у сотрудников полиции сомнения. По данному факту был собран первоначальный материал. Подобные правонарушения сотрудниками ДПС на посту в Успенске пресекаются ежедневно. С начала этого года зарегистрировано 179 фактов. Всего изъято 65,5 тонн несертифицированной алкогольной продукции. Наталья Полякова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В дежурную часть Армавирского отдела МВД России обратился местный житель с заявлением о том, что на улице неизвестный отобрал у него велосипед марки «Ровер». Общая сумма ущерба составила 7,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса России. Грабеж. Вечером на велосипеде потерпевший возвращался домой. По дороге он встретил товарища и незнакомого ему молодого человека. На некоторое время внимание хозяина от велосипеда было отвлечено. Незнакомец воспользовался этим и забрал транспортное средство, после чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший обратился в полицию. Приметы злоумышленника были переданы всем нарядам. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря слаженным действиям сотрудников ППС, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 25-летний житель города Армавира. Ведется следствие. В воскресенье 3 августа в 16 часов в хуторе Зуева произошло возгорание сухой травы. Это случилось около водонапорной башни. Пламя стало быстро распространяться в сторону газораспределительного пункта. Благодаря казачьей дружине пожарных вызывать даже не пришлось. Казаки Первомайского хуторского казачьего общества под руководством начальника штаба Черного Олега собственными силами затушили этот пожар. Часом позже в хуторе Первомайском произошло еще одно возгорание сухой травы. Из-за ветра пламя моментально распространилось на большую территорию. Вместе с пожарными казаками под руководством атамана Первомайского хуторского казачьего общества Виктора Наумова потушили еще один пожар. С августа по октябрь на территории всех военных округов России пройдут тренировки и учения с призывом граждан, пребывающих в запасе. Резервисты пройдут дополнительную подготовку по военным специальностям, полученным на службы в армии. Армавир не останется в стороне. Учения будут проходить в течение двух месяцев непосредственно в воинских частях и подразделениях. Кроме того, запасников будут знакомить с новыми образцами оружия. Им расскажут о правилах эксплуатации модернизированной военной и специальной техники, ее обслуживании и проведении ремонтно-восстановительных работ. К другим новостям. Компания «Три стихи» существует более трех лет. За это время ее сотрудники наработали большую клиентскую базу и решили, что пора побаловать своих посетителей. В декабре текущего года состоится розыгрыш сплит-системы. Об условиях участия смотрите далее. Компания «Три стихи» занимается системой кондиционирования, вентиляции и отопления, а также системой очистки воды. Более того, сотрудники «Трех стихий» составляют тщательные проекты своей работы – схема монтажа. И если они берут на себя какой-либо заказ, то выполняют все действия по его реализации от самого начала и до конца. И все это в кратчайшие сроки. Кропотливой и добросовестной работой компания заслужила доверие своих клиентов. Компания «Три стихии» дарит своим клиентам замечательную возможность выиграть сплит-систему и поучаствовать в розыгрыше, который состоится в декабре этого года. В клиентскую базу «Трех стихий» входят как физические, так и юридические лица. Компания занимается обслуживанием квартир, офисов и частных домов. Кроме того, в «Трех стихиях» работает сервисно-монтажная служба, которая при необходимости выезжает к каждому клиенту и выполняет поставленные задачи. Каждый клиент, который обращался в этом году за сервисным обслуживанием кондиционера, может поучаствовать в розыгрыше, выиграть сплит-систему и получить купон на фильтр для очистки воды. В офисе компании представлен широкий ассортимент товаров, системы и фильтры для очистки воды, различные кондиционеры, сплит-системы и многое другое. «Трех стихий» работает с клиентами по всему Краснодарскому полу. Но это не предел. У компании есть возможность обслуживания лиц на территории Южного федерального округа в целом. Так что не упустите свой шанс. И помните, что розыгрыш будет проходить в декабре текущего года. Заявить об участии можно, придя в офис компании или же позвонив по телефону 50136 либо 50137. Анна Тулинова, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. В поселке Заветном в 2011 году началось строительство храма святителя Спиридона Тримефунского чудотворца. И вот, наконец, работы постепенно подходят к концу. Из города Волгодонска в Заветный прибыл купол, который будет украшать свод храма. К настоящему времени рабочие уже залили бетонную основу. И для того, чтобы возвести на нее купол, необходимо подождать 21 день, чтобы материал окончательно застыл. Приблизительно через месяц состоится освещение креста. Его поместят на купол, который совсем скоро займет свое место. И тогда жителям поселка Заветного не придется далеко ездить, чтобы посетить храм. И немного о спорте. На Кубке Европы под Зюдо, который проходил 2-3 августа в Берлине, армавирские борцы показали неплохие результаты. Весовой категории до 60 килограммов золото завоевал Егор Мгдысян. Весе до 90 килограммов на третьем месте оказался Давид Аганесян. А вот среди спортсменов, чей вес превышает 100 килограммов, бронзу получил Руслан Шахбазов. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Руслан Шахбазов. 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 Продолжение следует...